Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити и небольшое видео, посвященное стимульному материалу, да и вообще в целом опроснику Бека. Задали мне такой вопрос, что он из себя представляет, отвечая на него быстро и кратко. Значит, некто Аарон Бек создал вообще изначально работающий в области психоанализа, то есть динамического направления психотерапии, отошел от него в свое время, в начале 20 века работал он. И, соответственно, создал свое собственное направление, когнитивная школа, так называемая когнитивная школа психотерапии. И в рамках этой школы родился вот такой у него опросник. Он у нас есть, мы его предлагаем для реализации. Опросник абсолютно работоспособный, состоит из 20 блоков. Давайте я вот вам попробую показать. Значит, наверное, не в этом документе, у меня тут второй открыт. Вот он, стимульный материал инструкции и стимульный материал опросника Бека. Состоит он, как вы видите, из таких, условно говоря, блоков, да, их всего 20. И надо сказать, что методика абсолютно работоспособная. Понятно, что психоанализ изначально Аарон Бек использовал. Потом когнитивная психотерапия, очень эффективная, кстати, в свое время была очень популярна. Значит, и в конечном итоге, в конечном итоге мы этой методикой пользуемся. Она хорошо адаптирована для русской популяции. Состоит, задали это, собственно, вопрос о блоках. Сколько их всего? Значит, их всего 20. А, Б, В, вот так вот они под русскими буквами идут. Эта методика, надо сказать, валидна и хорошо адаптирована для российской популяции отечественными авторами. Вот, собственно, и все видео. Методикой можно и нужно пользоваться. 100% рабочий вариант. Одной из методик, направленных на диагностику, и вообще школа его, Бека, занималась этим, на оценку эмоциональных расстройств. Прежде всего, депрессии работали не с этим. А по поводу опросника надо важное дополнение сделать, что опросник, по сути говоря, не представляет из себя чего-то супер-пупер оригинального. И создан он Беком на основе того же банального ММПИ Миннесотского многоаспектного личностного опросника. ММПИ-1, если вот с учетом современных позиций говорить. То есть, это выжимка, условно говоря, из шкал опросника ММПИ. Оригинального в нем не очень много, но зато он небольшой, позволяет быстро продиагностировать эмоциональное состояние человека. Быстрее, нежели ММПИ. Понятно, что тут 20 блоков. Фактически, каждый блок представляет из себя отдельно расшифрованный, если так можно выразиться в кавычках, вопрос, уточняющий вопрос, один из вопросов методики ММПИ. Понятно, что в ММПИ это шкалы эффективные, прежде всего, то есть, это девятая шкала, прежде всего. Но там привнесены, конечно, отдельные моменты по таким шкалам, как второй, третий, четвертый. То есть, выжимка, бэк выжил просто ММПИ до вот такого быстрого 20 вопросов, условно говоря, это не 377 вопросов по ММПИ и так далее. Вот такое небольшое видео, ответил на вопросы. Благодарю за внимание и удачи всем!